Приветствую всех любителей смартфонов и гаджетов, говорим мы сегодня об iPhone 11 спустя уже полгода и в 2020 году у iPhone 11 появились много конкурентов, в частности Samsung Galaxy S20 или например Xiaomi Mi 10 Pro и многие люди будут думать, что же купить iPhone 11 или какой-нибудь другой Android флагман и при сухих характеристиках, при одинаковой стоимости между iPhone 11 и Samsung S20 Samsung выглядит намного лучше по сухим цифрам, потому что у Samsung больше встроенной памяти 128 гигабайт против 64 гигабайта у iPhone 11, больше оперативной памяти 8 гигабайт против 4 у iPhone 11 сам дисплей AMOLED очень крутой против простенького IPS дисплея на iPhone 11 но я считаю, что iPhone 11 по совокупности всех характеристик это один из лучших смартфонов по соотношению цены и характеристики за 60 тысяч рублей и ни один Android смартфон не сможет дать лучшую видеосъемку и лучшую производительность, потому что если мы говорим о видео 4К 60 кадров в секунду очень многие смартфоны поддерживают такой режим, Samsung даже поддерживает S20 даже 8К видео но в связи с тем, что все это больше сделано для маркетинга на Samsung S-серии, на Samsung Note-серии многие функции выключаются даже при съемке Full HD 60 кадров в секунду на Samsung S10 даже нет переключения между камерами в съемке 60 кадров при Full HD дело в том, что при 60 кадров 4К видео ни один Android смартфон не даст такой плавной картинки такой хорошего такого изображения, то что дает нам iPhone 11 и вообще даже если сравнивать любой другой iPhone, скажем тот же самый iPhone XR он по видеосъемке опережает даже сейчас вышедшие только что Android флагманы поэтому выбирайте кому что конечно, но суть в том, что если мы хотим снимать видео а люди сейчас очень много снимают даже для Instagram истории и даже если вы будете снимать своего ребенка, внука, племянника то дети очень часто двигаются и при этом режиме видеосъемка на iPhone будет самая лучшая по качеству и еще то, что у iPhone 11 конечно очень много компромиссов, нюансов, которые мне не нравятся за эту цену потому что смартфон реально очень дорогой и при этом он не обладает банально некоторыми вещами скажем в частности старенький IPS дисплей с плохим разрешением а сейчас многие любые Android смартфоны дают нам очень классное великолепное дисплей даже за намного сумму дешевле но суть в том, что производительность iPhone 11 она очень крутая и процессор A13, который установлен в iPhone 11 это великолепное решение и он не будет иметь вообще конкурентов в Android сегменте, наверное, еще пару лет потому что просто ни у Samsung, ни у Qualcomm, ни у Huawei нет процессоров, которые могут конкурировать с iPhone 11 а у Apple есть в iPad Pro 2020 года установлен мегамощный процессор A12Z просто Apple не ставит такие мощные процессоры на iPhone, потому что нет такой необходимости но суть в том, что многие люди будут говорить, что Snapdragon лучше чем Huawei, лучше чем Samsung но суть в том, что все они проигрывают iPhone вот то, что сделали Apple, это они создали великолепные мобильные процессоры и они сейчас на данный момент являются лучшими на рынке по многим параметрам и то, что мы говорим, что iPhone работает плавно, iPhone работает стабильно это во многом благодаря своему процессору и в последнее время я читаю много статей, где говорится, что iOS лагает или iOS уже не тот но суть в том, что iOS 13 лагает не больше, чем iOS 4.3 на моем 4 айфоне или iOS 5 на моем 4s айфоне суть в том, что iOS работает намного стабильнее, чем любая оболочка от Samsung, Huawei или Xiaomi просто дело в том, что когда мы устанавливали новые операционные системы на старенькие устройства в частности iPhone 6 мой iPhone 6 стал работать очень медленно на iOS 11 и то же самое произошло с моим iPad mini первого поколения он работал хорошо на iOS 7, на iOS 8 он стал работать плохо не многие говорили, что с iOS 9 много что исправили с iOS 9 все стало работать еще хуже просто по железу эти устройства не тянут последние операционные системы но все в том, что iOS 13 работает очень стабильно и очень хорошо на iPhone 11 и я уверен, что 2-3 обновления смартфон будет работать великолепно потому что iPhone 10 сейчас на iOS 13 работает просто мега быстро и очень шустро поэтому не нужно верить тем фактом, что iOS работает медленно, лагает или какие-то фризы бывают когда, конечно, бывают какие-то моменты, когда тормозит, особенно, например, мой iPad 2 гигабайт памяти на процессоре А10 немножко бывают такие моменты, когда не поворачивается дисплей или что-нибудь такое но iPhone 11 на iOS 13 просто летает это настолько мощный смартфон, что запас прочности у него будет на несколько лет вперед Apple просто еще и пишет о программном обеспечении под свои процессоры поэтому реально iPhone работает очень хорошо я много видео выпускал про iPhone 11 Pro Max и суть в том, что я сравнивал и камеры с Samsung Note 10 Plus суть в том, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max это очень похожие смартфоны у iPhone 11 нет третьей камеры и дисплей не AMOLED, то есть IPS дисплей только эти два параметра отличают iPhone 11 Pro Max от iPhone 11 но если сравнивать iPhone 11 с Android смартфонами то iPhone 11 это, наверное, лучшее предложение сейчас на рынке потому что по актуальности iPhone 11 будет намного больше оставаться актуальным даже если мы сейчас сравним iPhone 7, выпущенный в 2016 году и сравним его по производительности и по видеокамере со Samsung Galaxy A51 или со Redmi Note 8T то iPhone 7 будет намного производительнее, чем эти смартфоны от Android сегмента по фото возможности у iPhone 11 хорошая обосновная камера, слабенькая сверхширокогольная камера и многие Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo при разных режимах съемки в ночное время или по оптическому приближению по многим параметрам будут снимать фотографии лучше, чем iPhone 11 это факт, iPhone 11 это не самая лучшая фотокамера на рынке и у iPhone 11 будет меньшее количество смазанных кадров я сравнивал камеру iPhone 11 Pro Max со Samsung Galaxy Note 10 Plus и вообще очень многие режимы при съемке 4К или просто даже Full HD 6.5 секунды в Samsung ограничены, они просто уходят и iPhone дает очень плавную и четкую картинку то есть по видеочасти, тем более, что можно поставить дополнительные программы там в фильме Pro или программы Pro Movie те программ нет, почему-то на Android и по видеочасти камера iPhone просто на голову выше, чем все остальные смартфоны и Note 10 Plus давал больше смазанных кадров при движущихся объектах чем iPhone 11 Pro Max, а у них одинаковая камера поэтому iPhone 11 также будет давать меньшее количество смазанных пар кадров и вообще, если мы, например, хотим сделать быстрые мгновенные фотографии достали мы iPhone с кармана, включили быстро сделать фотографию то по скорости получения фотографии iPhone 11 также остается одним из лидеров на рынке потому что очень быстро происходит съемка фотографии но суть в том, что по видеосъемке у iPhone 11 нет конкурентов давайте посмотрим сейчас на примеры видео с передней и основной камерой пример съемки видео на селфи-камеру iPhone 11 имеет писать 4К видео даже на переднюю камеру при 60 кадров в секунду и это то, чего нет на многих Android флагманах опять-таки, по стабилизации здесь все неплохо и те смартфоны, которые вышли уже после iPhone 11, они снимают значительно хуже здесь же есть плавные переключения между широкоугольной камерой это, конечно, можно сделать и одним движением, вот таким вот ну, то, что плавно можно переключиться это, наверное, редко где такое можно применить и давайте сейчас поставим обычную широкоугольную камеру не все широкоугольную, которая, в принципе, днем снимает хорошо, а ночью уже не так круто а вот обычная широкоугольная камера, она на самом деле лучшая на рынке и если мы будем сравнивать его с другими аналогами, то лучшей камеры на рынке сейчас не будет в iPhone 11 установлен IPS дисплей с очень плохим разрешением и суть в том, что такой дисплей не может установлен быть в смартфоне за 60 тысяч рублей но Apple это сделали, чтобы он не конкурировал с iPhone 11 Pro и не важно, на iPhone 11 установлена светлая тема или темная тема количество потребляемой энергии от этого не меняется, потому что там IPS дисплей если бы там был бы AMOLED дисплей и мы включили бы темную тему, то работал смартфон бы намного дольше то есть самым большим минусом iPhone 11 я считаю то, что здесь у нас IPS дисплей еще и с маленьким разрешением то, что у него там большие рамки по краям, я не могу сказать, что это прям такой минус потому что у меня было много Android смартфонов с маленькими краями и когда я держал смартфон в руке, случайные нажатия на боковые стороны случались поэтому я не считаю то, что у iPhone 11 большие рамки, это какой-то минус но из-за того, что здесь IPS дисплей, я считаю, что это очень плохо и если бы я выбирал сейчас смартфон для себя между iPhone 11 и iPhone XS Max я скорее всего выбрал бы iPhone XS Max, потому что сейчас его продают примерно за ту же цену, что iPhone 11 и если посмотреть между iPhone 11 и iPhone XS Max, очень мало отличий потому что по процессору там рост производительности примерно 15% по камерам я не могу сказать, что широкогольная камера без оптической стабилизации намного лучше, чем iPhone XS Max и поэтому все-таки я думаю, что iPhone XS Max чем-то даже более привлекательный выбор, чем iPhone 11 еще момент по разблокировке многие Android смартфоны могут разблокировать по разблокировке по лицу, аналог Face ID но в связи с тем, что во всех Android смартфонах установлен опечаток пальцев я не понимаю, почему Apple не устанавливает опечаток пальцев, скажем, в кнопку или сзади, или где-нибудь вообще потому что Face ID это хорошее надежное решение но во многих моментах Face ID просто подводит то есть хочется какого-нибудь другого альтернативного способа разблокировки например, давайте посмотрим, когда за рулем я не мог разблокировать смартфон обычная история с айфонами с Face ID вот так ты хочешь разблокировать iPhone, а он не разблокируется пока ты вот так очки не снимешь, ты никогда не сможешь разблокировать iPhone в этом смысле был бы опечаток пальца, за рулем это было бы намного удобнее другая история, когда ты вот просто пьешь кофе вот в таком формате он тебя не разблокирует то есть обязательно нужно убрать кофе, посмотреть на смартфон, провести свайпом тогда уже будет разблокировка смартфона не то, что касается разблокировки в ночное время то у Face ID инфракрасный датчик и многие Android смартфоны сейчас сделали маленькие вырезы под камеры суть в том, что там не осталось места для того, чтобы установить инфракрасный датчик мой, наверное, Mi 8 был самым таким последним Android смартфоном где установлен был инфракрасный датчик и позволял ночью разблокировать смартфон многие же Android смартфоны ночью теряются и разблокировка по лицу не работает приходится пользоваться либо отпечатком, либо паролем iPhone 11 по Face ID сделал небольшой шаг по сравнению с iPhone X но в связи с тем, что, опять-таки, там работа не слишком стала быстро и iPhone 11 работает, конечно, очень хорошо и стабильно по Face ID но мне не хватает все равно отпечатка я хотел бы, чтобы был еще отпечаток, скажем, в боковой кнопке как это сделано в Samsung Galaxy S10 там просто мега мощный, мега быстрый моментально разблокировывающий отпечаток, сканер отпечатков пальцев и вообще, например, я говорю сейчас то, что iPhone 7 выпущенный в 2016 году по процессору опережает Samsung Galaxy A51 да, согласен, но суть в том, что если, например, я покупал бы для себя то я бы не купил iPhone 7, потому что у iPhone 7 хоть и классная видеокамера но очень маленький дисплей, маленькая батарейка поэтому я бы пожертвовал камерой и даже производительностью купил бы Samsung A51 но iPhone 11, у него большая батарейка, большой дисплей поэтому iPhone 11, я считаю, что будет намного актуальнее через 3-4 года потому что дисплей, ну не могут они расти там больше, чем 6,5 дюймов или там 6,8 дюймов, потому что руки-то наши не растут а iPhone 7 в свое время был тогда маленьким смартфоном а сейчас он, конечно, уже очень маленьким и на iPhone 7 уже не круто смотреть видео потому что ощущения совсем другие и любой человек, который поменял свой iPhone 7 на какой-нибудь большой Android будет реально получать больше удовольствия да, пускай будет там медленнее процессор, хуже камера но дисплей решает а если сравнивать iPhone 11 с iPhone XR то между ними эта разница, она оправдана потому что в iPhone 11 мы получаем ночной режим при фотосъемке мы получаем сверхракоугольную камеру мы получаем 4 гигабайта встроенной памяти оперативной против 3 гигабайт в iPhone XR ну и, конечно, более мощный процессор поэтому та разница между iPhone XR и iPhone 11, она оправдана просто если вам не нужны эти фишки, то смело можно покупать iPhone XR но iPhone 11 стоит своих денег напишите ваше мнение об iPhone 11 может ли он конкурировать с Android флагманами спасибо, что смотрели нас до новых встреч